Думаю, что нам нужно вести более официальную речь в наше видео, иначе все думают, что мы тут шутки шутим. Ну и не шутки шутим, все серьезно. Всем привет, с вами Ника и Милена. Мы заметили, что в России и во многих других странах образование за рубежом принято считать очень дорогим, и то, что оно доступно только детям-богачей. Однако, как вы знаете, я учусь в Будапеште, в Венгрии на полной стипендии, а Милена учится во Флориде, в США, также на полной стипендии. И опять же, вы можете подумать, что это исключение, но нет. У нас очень много знакомых друзей, которые также по нашему пути поступили и бесплатно сейчас учатся по всему миру. И сегодня мы поговорим про виды финансирования в США, и как же вам туда поехать учиться абсолютно бесплатно. Да-да. Первое, что мы осветим, это образование и его финансирование в Соединенных Штатах Америки. Многие знают, что образование в США дорогое, но насколько оно дорогое? На самом деле. Во-первых, если вы гражданин США или житель Америки, вы можете подавать на огромное количество стипендий из своего штата или от государства, поэтому вот этот ценник, который обозначен на сайте университета, это в основном для иностранных студентов. Во-вторых, то, что дорого для нас, не всегда дорого для них. Средней семье в Америке заплатить 15 тысяч долларов в год за образование не так уж и сложно, а для нас это будет практически миллион рублей. Так что да, давайте скажем, что в Америке образование дорогое для нас, для иностранцев. Не всегда для американцев. Иностранцев из России, опять же. Да. Особенно из России. Теперь давайте обсудим разницу между высшим образованием в США и в России, чтобы вам было понятнее, да. В России есть так называемые бюджетные места, да, которые там оплачены государством. То есть, если вы набираете определенный балл ЕГЭ, высокий балл, то у вас есть возможность попасть в топ студентов, которые подают в университет, и попасть на это бюджетное место. В принципе, все легко. Набираете высокий балл, и ребятами с самыми высокими баллами им дают эти бюджетные места. Также у нас есть так называемые контрактные места. Не верно, что это так называется, но идея в том, что за вас платит какая-то организация или компания, а вы учитесь, да, получаете бакалавра или магистратуру, и уже после этого вы обязаны проработать на эту компанию 2-3-4 года, в зависимости от именно контракта. В Америке система работает абсолютно по-другому, ну вот абсолютно по-другому, и поэтому многие ребята, когда видят ценник на сайте университета, сразу пугаются, нет, откуда у меня денег, что делать, я лучше еще 4 года в России посижу, бай-бай, Америка. Но они просто не знают, как на самом деле работает система образования в Америке, и как иностранным студентам поступить так, чтобы не нужно было много денег платить. Да, поэтому мы вам все это сейчас рассказываем, пожалуйста, записывайте, у вас у всех есть возможность, просто от незнания какой-то информации отказываться от такой классной возможности, мне аж больно на душе. И давайте теперь посмотрим на систему высшего образования в Америке, чем же она отличается от российской, и что же там вообще происходит. В США есть тысячи, тысячи университетов, и как мы уже сказали ранее, многие штаты, ну и вообще государства часто оплачивают стипендии, дают стипендии или лоуны, то есть кредиты своим гражданам, да, то есть американцам. Кстати, если в Россию приезжает иностранный студент, ему тоже никто бюджетные места давать не будет. Да, так что это вполне логично, что иностранным студентам государство Америки не предоставляет бесплатное место. Но как же тогда учиться иностранному студенту в Америке? Вопрос, вопрос. Все университеты в Америке имеют свой бюджет, то есть определенное количество денег, которое они потенциально могут отдать вам, чтобы профинансировать ваше образование. Этот бюджет может варьироваться от количества доноров, которые у университета есть, количество там грантов или фаундейшенов, с которыми университет работает и так далее. То есть вот денежные ресурсы у университета тоже должны быть. Соответственно, чем больше этих денежных ресурсов, тем больше возможности у университета дать хорошую финансовую поддержку своим студентам, либо поступающим, либо уже зачисленным. Поэтому давайте на секундочку посмотрим на такие университеты, как Гарвард или Стэнфорд. Кстати, я сижу в полстовке Стэнфорд, я там ни разу не была. У этих университетов огромное финансирование, у них куча доноров, у них куча выпускников, которые потом после выпуска отдают часть своих натороплат или какие-то донейшн сделают самому университету. Поэтому, когда мы говорим о поступлении в Гарвард или Стэнфорд, вопрос финансирования всегда покрывается этими университетами, только потому, что у них есть эти деньги, которые дать вам на образование в их университете. Главное запомнить, что у университета есть определенное ограниченное количество долларов на ваше финансирование, и они будут решать, как определить это количество долларов между студентами. Поэтому вы часто можете встретить студентов, у которых 60% финансировано, 20% финансировано, а может быть даже и 100%. У университетов всегда стоит вопрос, отдать одному студенту 100%, заплатить 100% за его образование, или разделить эти 100% между двух студентов, чтобы у каждого была возможность получить образование в этом университете. Поэтому всегда помните, что когда вы поступаете в американский университет, вы всегда должны показать университету в своей аппликационной заявке, что вы достойны этого вложения средств. Потому что, по сути, университет отдает вам эти деньги. Это такая инвестиция в вас. Некоторые государственные и частные университеты, как мы уже сказали 50 раз, Про финансирование уже конкретно сейчас расскажем. Пользу часть финансирования, из-за этих денег, которые университета есть, они зарезервированы для студентов магистратуры и аспирантуры, потому что они могут получать эти деньги через ассистентшип и феллошип. То есть это вот эти две такие программы, через которые эти студенты могут получать вот эти деньги. Для студентов-бакалаврианта получить стипендию сложнее, и, соответственно, все стипендии, которые есть, они очень конкурентные. Сейчас давайте поговорим именно про виды финансирования. Есть две стипендии, которые вы в основном сможете найти на сайтах американских университетов. Это стипендии need-based или стипендии merit-based или TATI. То есть, да, один человек может получить и ту, и другую стипендию. Как я! Да, как мне, вякает. Что такое merit-based стипендия? Давайте посмотрим текст. Merit-based стипендии предоставляются на основе особых навыков, талантов и каких-то ваших заслуг. Например, в вашем университете могут быть стипендии для тех, у кого высокий палатойфл или каких-то других экзаменов, SAT или GRE. Или у вас высокая академическая успеваемость, или у вас много наград в какой-то определенной сфере, вы выиграли кучу олимпиад, может быть, вы олимпийских чемпион, или у вас есть какие-то другие спортивные достижения. Это все может пойти под это понятие merit-based стипендии. И обычно эти стипендии, как и многие другие, они очень конкурентны, очень много ребят с большим опытом, так сказать, за своими плечами подают в университеты. И чем лучше, чем больше у вас заслуг, тем больше возможности у вас получить эту стипендию. Второй тип стипендий – это need-based. Эта стипендия присуждается на основе финансовых потребностей. Грубо говоря, если у вашей семьи нет финансовой возможности платит за образование, то у вас есть возможность получить вот эту стипендию. Важно отметить, что большинство русских семей попадает под это понятие need-based, потому что, ну, если мы будем сравнивать элементарный заработок, да, ежемесячный в Америке и в России, это небо и земля. Часто университеты говорят, что если ваш заработок в год составляет менее 30 тысяч долларов, 30 или 40 тысяч долларов, то вы можете получить need-based стипендию. И в основном, как бы, на моем опыте, почти все русские семьи, которые вот из среднего класса, они, ну, квалифицированы на need-based стипендию. Но она не всегда предлагается для иностранных студентов. У академических отделов университета, например, у вашего факультета, могут быть выделены специальные средства для стипендий для иностранных студентов. Поэтому, когда вы подаете в университет, и когда вы ищете университет, обязательно позвоните или напишите имейл, и спросите, есть ли у них возможность профинансировать вас каким-либо образом, либо merit-based, либо need-based, потому что есть университеты, которые пишут, ну, мы не предоставляем стипендии иностранным студентам. Тут как-то даже обсуждать нечем. И главное, пожалуйста, запомните, в США нет какой-то единой системы финансирования высшего образования. В одном университете они могут предлагать определенные стипендии, в другом университете нет, в одном университете у них есть классная full-right стипендия для инженеров, в другом университете у них есть такая же крутая стипендия для художников, ну и так далее. Поэтому один из самых главных шагов в подготовке к поступлению в американский университет это поиск вот этих университетов, поиск программ и поиск стипендий. Также не забывайте про стипендии, которые, я так называю их, стипендии со стороны. Какие это стипендии? Это стипендии, которые вы можете найти от разных организаций, от разных foundations, от разных каких-то non-government organizations, от каких-то компаний, да. Это может быть стипендии 1000, 2000, 3000 долларов, может быть 10 тысяч долларов, может быть 20. Они тоже обычно присуждаются определенным группам. Например, я часто встречала стипендии для женщин в бизнесе, да, то есть если вы подаете на магистратуру, вы девушка, и вы планируете начать свой бизнес, ну, есть такие foundations, которые могут предоставить вам помощь, так сказать, и профинансировать ваше обучение. Да, один из примеров, таких стипендий много, и вот список сайтов, на которые вы можете попытаться найти стипендии, которые помогут вам покрыть ваше образование в США. Да, список сайтов будет внизу в описании видео. А, я уже подумала, оно будет справа. Ну, раз Милена говорит, что будет внизу, будет внизу. Надеемся, мы смогли вам разъяснить основные детали финансирования в США. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, оставьте их в комментариях. А также не забудьте посмотреть видео о том, как и где мы учимся, как мы уже сказали, на бесплатной стипендии. Здесь будет видео о том, как Милена учится, и про ее программу в США. Да, вот здесь будет видео, где Ника рассказывает о своей программе, где она учится, где живет и так далее. И также обязательно подпишитесь на наш канал. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok